А теперь мы продолжаем наш супер тренинг по специальному мануальному массажу и мы уже что сделаем? Мы нанесли на человека масло. Мы уже вот эту часть смазали, нашу рабочую, как я говорил, мы работаем с противоположной половинкой. И теперь растирающие техники. Растирание это самое простое. Самый простой элемент в любом массаже делается практически одинаково, поэтому подробно останавливаться не будут. Спиридевидные движения, поперечные движения, продольные движения. Единственное, что... слышите звук? Это наши руки шуршат и это должно быть слышно, потому что это значит трение. Трение у нас переходит из кинетической энергии в тепловую, да? Согревается человек. Далее мы ставим руку на ребро и проходимся вот между этими мышцами и самими позвонками. Вот эту ямочку туда надо внедриться и вот ее проходим. Техника называется стишки, как мы раз, два, три, четыре. Потом на три части, раз, два, три. Потом на две части, потом на одном части. Делается быстро. Для этого я стою вот в такой стойке, чтобы движение было под пятки. Энергию, как восточных единоборствах... А, ну ты же боксер, ты знаешь, да? Удар. Удар идет от пятки, на самом деле. То есть пошло две дыро, потом таз, потом плечо, и мы выбросили руку. Так мы больше энергии задаем в человека. Вот стежки. Каждый стежок примерно три-четыре раза. Раз, два, стежок. Три стежок, четыре стежок. Теперь на три части разбили. Теперь на две части. Теперь на надней части. Пошла краснота. Да, пошла краснота. Это хорошо. Это гиперемия называется. И, соответственно, он уже разогрелся, почувствовал, да? Краснота пошла, да? Потому что он уже почувствовал тепло. Далее мы работаем от общего к частному, от поверхностного к более глубокому, да? От простого к сложному. Вся наша методика состоит. И обучение, в принципе, тоже так же состоит. То есть мы сначала обработали всю зону целиком, да? А теперь разбиваем ее на части. Вот отдельно. Верхняя лопаточная зона, да? Подошли к ней и растерли ее. Руки ходят всегда друг против друга. Сначала ладонями, потом можно на ребро ладони поставить. Нужно двумя. Потом одну положили, вторая работает. Тут хорошо, что под большой палец мы можем валить подкатывать вот такой. Получается, видите, уже переходим немножко в разминание. Растираем, разминаем. Поменяли руки. И теперь вот эта рука, которая ближе к шее, она переходит полностью на до локтя. Вот пошире прокатку делаем до локтя. Видите? Снизу еще так подгибаем. Да, да. И поднимаем, видите? В трапеции поднимаем как бы. Чтобы хорошо выполнить эту технику, добавляем немножко техники роллинг. Роллинг, это прокрутка вот такая. Есть такая техника, когда прокат все улезет. Вот так. А мы с содвижением это делаем. Так гораздо приятнее. Итак, мышцы здесь растут веерно. Вот отсюда. Так, направлен, да? То есть, здесь тоже веерно, только в противоположную сторону. Вот так. Вот косточки бедра. А тут вот уголка плеча. Соответственно, вот это мы растерли продольно. А теперь поперечно. Не меняя позу, видите, не обходя боку стола, просто сменяем угол локтя. И под такой диагонали мы доходим до конца. И разминаем ягодичную область. Теперь вот отстегнуем. От крестца. Чуть-чуть поприскать друг к другу. Идите на локти. Поперек. Продольные ягодицы растерли. Одна рука стала на ребро, другая ладонью. Ну, то есть, как получается. Вот мы вот так, вот так поработали, потом вот так, потом вот так. Ну, как из ужаса, понимаете. До пятки. Из обреза. Вот. И это продольно, да, теперь поперечно. Применяли локоть на другой. И дошли до головы. Почему последнее движение такое? Потому что все-таки нам кровь надо качать ближе к сердцу. Ну, потом про сегменты расскажу, да. Сегменты у нас начинаются. Сейчас вам расскажу. С вот этой зоны. Величепопаточная зона с левой стороны. Потому что тут находится сердце. И кровь, в первую очередь, мы качаем к нему. Вторая зона тут пониже была, да, поясница. Третья зона тут ягодичная. И обрабатываются они также от сердца в обратную сторону. Первая, вторая, третья, да. Но движения во всех зонах идут снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх. А если высокое давление? Это другой вопрос. Если высокое давление, тогда меняем, да. Тогда все техники те же самые, только делаем сверху вниз. Понижаем. Во время массажа может подняться давление у человека. Мы это заметим по ушам. Уши снова эти пульсовые такие. Фиолетовые? Ну, почти фиолетовые, да. Темно-темно-красные такие, бордовые. Вот. Всегда спрашивайте у человека правильный вопрос. В первую очередь спросить. Да. Есть у вас давление? Да. Если человек выпил, давление еще повысится. У меня пониженное давление постоянно. У тебя пониженное, да? Значит, мы тебя повысим сейчас. Ну, повышается оно ненадолго, честно говоря. Там 15-20 минут посидит, у него нормализуется все. Потом мы, когда заканчиваем массаж, мы еще до этого не дошли, мы в обратном сторону будем движение делать. Вот. Пока вот начало, да, мы все вверх будем. Массаж повышает давление, алкоголь повышает давление, баня повышает давление. Если человек три в одном все принял, да, то он может подскочить, да. Так. И далее, как я вам говорил, у нас там очень большой процент в этом массаже, в отличие всех других техник, это вибрации. Мы перейдем к вибрациям. Ну, давайте прямо в этом видео запишем, чтобы сет был побольше. Начинаем вот отсюда. Первая вибрация, это мы захватываем вот этот валик. Этот валик называется паравертебральные мышцы, во множественном числе, потому что это не одна мышца. Они там вот так вот спрятены, много ли, да? Пара, потому что их две. Вертебральные, это вот с латинской переводится как вертикальные. Пара вертикальные мышцы, если дословно по-русски. Вот мы ее бьем, да, и вот так вот разминаем. То есть мы как будто вот, как змейку, да, вот так вот ее пускаем. Во всех школах люди здесь показывают, потому что легче захватить и мягче, да. Движение похоже на двойной кольцевой захват из классики. Он вот так вот делается. Вот. Только тут придется вот по узкой полоске идти, и вот получается пальчиками. Пальцами. Да, только пальцами. А вторая рука вот эта, она еще будет дополнительно раскачивать. Вот мы начали с этой стороны, где она мышц крепится, захватили за нее. Змейка такой видела. Вот видите, она раскачивается при этом. Вот первая вибрация. Вторая вибрация. Ставим руку на крестец. Это единственное движение, которое делается не от пятки, но не от тела, вот через руку, да, а наоборот вот пальцев руки в тело человека. То есть мы пальцами. Усну. 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 Это приятная техника, нужно уснуть. Усну. 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 Да, это нормально, нормально. В общем, постарайтесь сейчас попробовать на воздухе, да. Прямые руки, прямые локти, прямые, прямые локти, да. Потрясти пальцем так, чтобы пальцев не было видно. Фактически их не видно. Называется тряска осина. Вы потренируйтесь на выходные, сходите в лес. Да, да, да. Если, ну, в лесу найдёшь осину, ну, примерно толщиной с руку такую, да. Если поставите руку и трясёте, то в неё должны опасть листья. Значит, вы добились мастерства. Вот. Если она только распускается. Все равно потренируйтесь так, чтобы осыпались. Вот. Проходим мимо позвоночника. Еще одно правило. Никогда на позвоночник не давим. Да, да, да. И когда мы, кстати, его локциями растирали, да, тоже смотрите внимательно. На некоторых людей бывают позвонки выпирают прямо, да, вот чтобы локциями их задействовали. И вот, видите, мимо, мимо этого позвоночника. Не касаясь косточки, да? Да. Он всё кастрит. А мы ему ещё покажем. Вы же снимаем. Еще один небольшой нюанс. Вот, когда мы так вот растираем, да, чтобы, вы там, наверное, заметили, чтобы не попала рука. Движение-то очень быстрое, обязательно для растирая. И чтобы его сделать длиннее, соответственно, эффективнее, да, и не воткнуться ему в руку или в стол, да, то я ещё руку сжимаю в конце. Кулак работает. Да, вот тут уже можно без кулака, а там, ну, просто, чтобы укоротить руку. Так, переходим к эффекту тряски осины. Спустились мимо позвоночника, растрясли. Вот, вибрация. Вот, вибрация. Это вторая техника была. Это также рука ставится, только у нас будут кивки такие. Киваем телом своим через руку в его ребра. А этой рукой просто угол задаем побольше. Нас интересуют плавающие ребра. Пропускаем. Там находятся почки по почкам, соответственно, не будем, да. Нас интересует реберно-позвоночное сочинение. Реберно-поперечное сочинение. Если вот эту параллельную мышцу так это двинуть. Можете пощупать. Да. А, ну это вот они. Нет, вот они. Вот. Гребень идет оно. Вот щупай. Да. Вот это. У позвонков существуют поперечные отростки. Значит, вот эти отростки задние, они называются остистые. Да. То, что надо. Да. Ну это же чувствовать, да. Вот чувствовать, да? Да. Вот здесь, то есть, когда мы щупаем человека, мы не позвоночник на самом деле щупаем, а только отростки эти. Никому не весят, что скажут. Вот я там что-то нащупал. Грыжу вся она щупала. Тут до грыжи, на самом деле, туда в глубину. Грыжа, да. Там сантиметров пять еще. Да, туда вообще вы никак не проликнете ничем. Да. Представляете, у вас вот грыжа. Вот грыжа. Да. Начинаем здесь специалисты, я все такое рассказывать. То косит отростки. Боковые отростки поперечные, да? Они крепятся к ребраму. Мы тут их направлено закрепили. Там сантиметра. Ну, с три пальца примерно. С три-четыре пальца. Да. То есть от оси получается где-то вот три пальца прямо откладываем. Вот получается они. И вот между ними эта ложбинка, где лежит эта мышца. Доброе утро. Ой, спасибо. Паралитобральная мышца лежит. Соответственно, вот мы идем. Третий прием, да? И теперь в другой плоскости вот от него продавливаем. Давление идет по диагонали вверх и вниз, вот туда в стол. Декомпрессируем таким образом, да, вот эти осуществления. Третья вибрация это вот такая. Есть еще прием вытяжка, да? Это плотно прилегает рука. Вторая с утяжелением. И медленно прокачиваем лимфу в подмышечную зону. Потом прокачиваем в подключающую зону вот туда. А если... То есть это движение состоит из трех движений. Вот первое, это вот прокачка, да, идет. Ну, смотрите сами, у кого рука маленькая, да, можно два обхвата сделать у человека. У кого рука широкая, да, можно вот весь бок захватить, да? Второе движение. Это вот наши большие пальцы. У них подушечка очень чувствительная. И мы вот щупаем, делаем у него какая-то проблемка. Вот жировик у него. Вот все ровно идет. Ну, может, может, тоже привести. Подушечка пальцев. Где-то там был такой мышечный тяж, напряжение. Где-то там может, что-то какое-то, как будто что-то мешает. Как вы это там почувствуете? Здесь начинается. Звонки, да? Да. Вот. Ну, это элемент диагностики. Я когда вот вам на доске писал последовательность, да, я вот написал, что диагностика это ноль. То есть, вы можете сделать как отдельную процедуру, да, перед началом сеанса. Можно в процессе, когда вот там что-то нашли, раз, проверили. И третий прием, это мы вот эти остистые отростки, они же должны быть все на одной вертикали, на вертикальной линии. А они вот так вот все, в разные стороны, да? Как у Баратино вот это делал. Вот так они у человека разбиты, да? И мы их подталкиваем своим пальцем большим. Подталкиваем каждый позвонок в ту сторону. Вращение идет с захватом и как бы вот с поворотом за ебру. Видите, за ебру я еще поднимаю. Ну, где возможно схватить. Вот. А теперь все эти три движения объединяем. Вытяжка, диагностика. Ну, как хотите, кстати, делать. Смотрите, у кого вот ноготь, да, в коробке можно вот так вот внедриться, да? У кого, ну, там мешает, например, ноготь, да, можно вот так палец поставить. Или вот эта косточка упереться. То есть, как угодно, да, вы смотрите, как надольнее. Утяжление, вытяжка идет, раскачивание, подбитие позвонков и диагностика одновременно. И это у нас было первое глубокое внедрение уже в тело. От этого мы как бы сигнал подсознание дали, что будем дальше глубже работать, да? И перейдем в зоне плечо-лопаточной, будем уже кулачками работать. Но об этом в следующем сете, в следующем видеоролике. Сет будет номер два. До новых встреч, дорогие друзья!